И снова здравствуйте, дорогие зрители, мы продолжаем прохождение компании Закозуса в Гейтерин Шторм, или как-то так, Грядущая Буря для Героев 4, Меча и Магии. Да, ну, пофигу, отступаем, отступаем, мы в меньшинстве, явно. Нужно разведать тут, чё тут? Тут, в принципе, я пройти не мог просто, и всё. В остальном тут всё в порядке. Да, и тут ещё есть кошмары, которые чё-то, какие-то глюканутые. А, ну да, это ж те, которые отступили, типа, к союзническому городу. Но это им нифига не дало. Вот видите, как хорошо вора иметь. Такого ядрёного, хорошего вора. Когда ты прибудешь уже? Один день, отлично. Неужели он прибудет? Я его вместо кошмара засуну в замке. Сейчас на карте должен появиться козус. И всё будет замечательно. Блин, ну чё ж ты там? Хотя, это не так уж и плохо, подумайте. Вот, видите, я, например, могу побегать здесь и оракулы пооткрывать. И захватить шахту, которую я в прошлый раз не захватил. Ну, хотя, с другой стороны, да. Эм, а чё все кошмары собрались в стопку? Это странно. Обычно, типа, герой, ему говорят, ну мне говорят, что нету места для героя, и он где-то собирается здесь. А тут получилось, что кошмаров в стак в один засунули. Что мне довольно-таки странно для меня. Так. Значит, минотавры сюда идут. Козу сзади стоит. И кошмары танкуют. В принципе. Если парочку кошмаров потеряем, то это не так страшно. И мы теперь побежим. Побежим мы. Магическая вспышка. Мне кажется, или я помню это заклинание. Ну всё, здесь как бы особо им юлить не получится. Куда обходить вот здесь, что ли? Ну да, там обойти можно, кстати. И это плохо. Это очень-очень плохо. Поэтому мы здесь нанимаем ещё одного тактика. Который у нас сразу же берёт лидерство. Берёт здесь кошмаров дополнительных. И идёт вот сюда. Из-из-из. Вот сюда. Всё. Раз, два, три. Также берём здесь немножко юнитов. В это место. Из-в. Я просто хочу, чтобы мне ближе к концу было легче. Неужели я многого прошу? Скажите мне, пожалуйста. Но это будет стоить вам лишних минут просмотра, к сожалению. Ничто не даётся бесплатно. Хотя моя армия меня впечатляет. Я бы сейчас и на этих эфритов пошёл. Тюжин эфритов, подумаешь. Для такой армии это норм. А когда у меня будет много замков, будет ещё круче. Так. Ну а где же ещё один оракул? Странно это всё. Может в этот я не заходил? Тут ещё и не говорится, типа, оракул мы посещали или нет. Может быть он вообще где-то в море. Но вряд ли в море, конечно же. Потому что в море... Чтобы в море плавать, нам, собственно, нужно иметь этих оракулов. И иметь их очень... А, вот последний оракул. А, смотри. Хотя нет. В нормальном месте, смотрите. Закопан клад. Вот здесь вот. А я-то, блин, думал, что под драконами показалось. Странно, что я здесь забыл оракула посетить. А, по-моему, я, типа, осаждал там замок. Вот и забыл. Так. Очень сильный герой. Идёт с вами поздороваться. Вы красавцы, мои любимые. Я хочу вас. Ой. Как-то мне даже лень на них кастовать что-то. Ну, они-то, по-моему, могут всё равно сбежать. Поэтому 7000 мне не помешают. А мы осадим здесь крепость. 21 ифрит. Это бой века. Блин. Показывала мне совсем другие вещи. Ну, ладно. Значит, ифритов мы сразу выводим из строя. Но не получится нифига. Поэтому мы выводим из строя вот этих вот чуваков. Очень страшных. Или девку. Ну, девку не так. Важно вывести из строя. Мы её убьём просто. Ой, она успела. Она успела чё-то накастовать. Сколько у неё здоровья? 170. И у неё есть сопротивление магии. Поэтому лучше её молнией фигануть. Чтоб наверняка. Дальше. Кого ещё надо фигануть? Давайте вот так. Значит, минотавры. Эти лошадки ждут. Если ифриты подойдут, то мы лошадок в бой отправим. А ты долбишь молнией. Так, лошадки поднялись наверх. Ифриты самые опасные. От них нужно держаться подальше. Вот, они вышли. И это на самом-то деле наш шанс. Как это ни странно? Ну, медузы пусть сначала по этим шарахнут. Ты давай по ифритам молнией. Это было бы очень неплохо. Так, блин, минус четыре. Всё, ифритов никто не сможет победить. Ну, в смысле... Кошмара того, которого не должны убивать, чтобы я на ифритов наколдовал, его убили. Ублюдки. Ну, вот как ещё назвать, кроме как ублюдки? Сучки. Ифриты сучки просто. Просто убивай их. Круши, убивай. Никого не щели. Да, здесь будет бой с потерями, конечно же. Ну, ничего, такова жизнь. Ой, больно. Ой, герою-то больно. Допейте их. Да сколько можно? Я не понимаю, почему ты не можешь их добить. Всё. Всё, кошмары разобрались. Ифриты, конечно, очень противные. Тактика. Пиромансия, естественно. Да. Пунари. Захватили город. Так, ты ещё... Защиту или лидерство? Защиту давайте лучше. Защите я больше доверяю. И также накупим ему побольше зелий. Не забываем о них. И выпьем одно. Можно и второму заделать, потому что он всё-таки полезный, как-никак. Хоть немножко полезный. Ну и... Всё. Как бы здесь мы разобрались. Сейчас последний город осадим. И будет всё хорошо. Волшебное зеркало у нас появилось. Ну, это так себе заклинание. Оно есть у волшебных драконов. Ну... Ну... Да. Теперь у нас... Мы можем, в принципе, уже заканчивать игру. Но я не собираюсь это делать. Я собираюсь тут ещё побегать. Алтари пособирать всякие. Но перед этим нужно покончить с противником. Тут у нас уже нет смысла, в принципе, гулять. Хотя... Может и есть смысл гулять? Нет, нет смысла гулять. Значит, создать из отсюда вот сюда. Ты тоже сюда, потому что, в принципе, ты нам не понадобишься. Ой, ещё и лиловый тут бегает. Готёныш ты лиловый. Вот что я тебе скажу. А вот тут гуляют ифриты. У них, видимо, героев не осталось у этого оранжевого. Вот он и не может ни города захватить, нифига. А вначале вот меня эта миссия очень сильно напрягла, как это ни странно. А нет, герои остались. Целых два штука. Но армии у них особо не осталось. Всех ифритов они просрали. К счастью. К моему превеликому счастью. Ну, тут у нас один вариант. Как? Почему эта дрянь у нас не сдохла? Можем пока что с этими разобраться. Ну как? Почему оно не срабатывает, когда я хочу, чтобы оно сработало? Так, теперь молнию на этого, пожалуй. Ты не трогай их. Ты тоже никого не трогай. Ну нет, ты разрушай эту штуку. А ты наконец-то... Вот неужели террорно ифритов могу я накласть? Правда, на пол хода. К сожалению. Раздолбали. Теперь можно сверху их забить. Забьем их сверху. Когда же, когда же я магию порядка выучу? Потеряли пять минотавров ровно. Ну, неплохо. Норм. Еще и как норм. Так, берем минотавра. Ну и как бы... О, тут можно пруд гидр построить. Наконец-то у нас будут гидры. Выдры гидры. Почему бы и нет? Наймем одну гидру и будем с нею плясать. Вместо кошмара. Тоже одного. Так, ну... Да, в принципе нормально. Кошмары гидры. Все как надо. Кстати, здесь есть заклинание четвертого уровня. Вот магии четвертого уровня у меня пока что нету. Что, несомненно, очень и очень плохо. О, здесь хорошие артефакты. Но мы победили оранжевого. Лиловый тоже как бы додыхает. И у нас есть спокойное время, чтобы всех замочить. Вот странно, что этот Лиловый сюда прибежал. Он что, собирается, типа, освободить своих героев? Завоевал мой город? Или как? Хотя он, наверное, пытается просто убиться от баллисты. Это, по крайней мере, то, что у него явно получится. Как он прошел? Ты издеваешься? Все, срочно, значит, нанимаем здесь героя. И всех юнитов, которых можем нанять. И размножаем кошмаров, чтобы за это, за террорить. Всех, кто сюда попытается прийти. Почувствуй террор, всяк сюда входящий, как говорится. Так, кошмарики. Ну что, побьем их, не побьем? Ну, лучше не надо. Пусть они на нас нападают, а мы там уже их отстреляем, если что. Со стен наших бастионов. Ну, здесь что? Золотые шахты мне не нужны. Я вообще не понимаю, зачем мне это делать. Так, что-то он убегает. Зачем он убегает, я без понятия. Так, тут у нас дюжины джинов. Ну, ничего страшного. Не так много эти дюжины, на самом-то деле. Так, минус один джин. Ой, минус один кошмар. Минус один джин, круто. Так, кстати, насчет этого. С одним вот так поступим. С одним вот так. Немножко. Так, ты стой. Не трожьте. Так, отлично. Да нет, здесь мы расправимся. Добей их. Нет же ж, не добью, зараза. Ну, дюжины это не так уж и много. Я думал, что больше. Атаку, естественно. Магия хаоса четвертого круга, естественно. Все, больше опыта наш Козус не может получить. Но мы можем ему вкачать через вот такие вот алтари. И всякие дополнительные прибамбасы. Именно поэтому эти прибамбасы, они здесь все охраняются довольно-таки серьезными силами противника. Вот, например, вот здесь есть еще один алтарь. И я хочу его пойметь. Очень сильно хочу его пойметь. Тем более сейчас. Тут, кстати, очень хороший посох еще есть. Ну, ладно. Забудем об этом. Куда ты побежал? Ну, задолбали уже. Не буду я здесь обходить. Лучше посражаюсь. Я... А, нет. Я не могу пройти. Ну, ладно. Кстати, это заклинание третьего уровня. Третьего уровня это совсем плохо. Так, ты, значит, восьмерку давай. Сволочи эти. Кифриты. Добиваем. 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 Как-то слабо. Как-то слабо. Совсем слабо. Так. Допекаем и допиваем. Так. Этого добили. И здесь, как бы, уже не особо большие у нас заботы. Третьего уровня. Получилось. Но, смотрите. Они умудряются еще и урон какой-то наносить. Давайте лидерство. Это нам пригодится. Так. Защита, естественно. Кровавое безумие. Это у нас уже есть. Так. Вопрос. Тут третьего уровня. А вот тут, по-моему, четвертого уровня. Нужно будет еще сюда вернуться потом. Да. Тут четвертого уровня гильдия. И, следовательно, здесь вот можно изучить инферно и общую неудачу будет. Так как у нас магия хаоса четвертого уровня есть, в принципе. Четвертого круга. Да ну сколько можно здесь бегать? Придурки. Капец вы придурки. Так. Вот сюда нам нужно. Дюжин и Огром. Ничего страшного. Они легче эфритов даже. В каком-то плане. Тем, что, например, они не летают далеко по карте. Так. И вообще. С ними как-то проблем поменьше, я думаю. Так. Огненный круг. Два только могу задеть. Ну посмотрим, сколько они их... Им урона нанесут. Ну, они пока обкастуются, мы их немножко поубиваем. Причем безответкой, смотрите. Долбанули. Теперь нам пора, пожалуй, вот это вот отфигачить. Вот этого отфигачили. И вот этот чувак у нас фигачит молнией по вот этим вот чувакам. Ох, как замечательно. Мне прямо это понравилось. Ну и все, как бы теперь дело за нашими основными силами. Это у нас молния. Товарищ молния. И госпожа медуза. Все, без потерь. Защиту давайте все-таки. Тут сколько максимальный уровень? Двенадцатый, скорее всего. А, он просто бегает. Вот непонятно, нафига они бегают. Их бы добить уже. Естественно, Козусу, потому что он у нас перейдет в следующую миссию. Со всеми своими бонусами. О, и фриты. Тоже дюжины. Ничего страшного абсолютно. Ну, артефакты здесь. То есть, здесь еще есть артефакты, которые также сильно охраняются. Но, блин, артефакты охранять сильно, это глупо. Как по мне, это очень глупо. Потому что артефакты, они не настолько ценные, как повышатели всяких статов. Ведь статы-то у нас будут и в будущем, а артефакты нифига. Не, вот эти вот, смотрите, эфриты, они как антигидры. Они очень хорошо против гидр действуют. Минус четыре. Вот это повезло мне. Бедные минотавры. Так, все, добили всех. Ну да, пару минотавров потеряли, к сожалению. Пусть земля им будет цементом, этим минотавром. Так, пиромансия четвертого круга. Смотрим, у нас уже урон у заклинаний должен быть бешеным. Вот, видите, под 500 урон. Это нам очень пригодится в будущем. Также, раз мы уже здесь, я бы не прочь где-то здесь полазить. Ну, здесь, по-моему, что-то еще нужно было бы. Вот сюда нужно зайти. Явно. Вообще, много чего надо. Какой ужас здесь творится. Так. Ну, хватит бегать. Уже убейтесь об каких-нибудь нейтралов, дебилы. Бесите меня. А, ну тут эта хексика прибылает. То я думаю, что тут получают опыт кто-то. Непонятно кто, непонятно почему. А мы тоже пополнили армию, видите. Так что это имеет смысл еще и как имеет смысл. Ну и, конечно же, вот сюда нужно нам прибежать. Конечно, Козус в каждом городе уже побывал. О, оранжевый наконец-то сдох. Наконец-то ты больше не будешь бегать. Ненавижу тебя. Бегающее чмо. Бегучее чмо. Вот как я его называю. Так, заклинания, вся фигня. Шпили-вили. Здесь мы уже были, скорее всего. Ну, хотя вот этот рыцарь может и не был. Хотя тоже был. Походу все были. Теперь, наконец-то, настало ваше время, баллисты. Двух кошмаров потеряли, но я не хочу вручную сражаться, поэтому... Забираем бонус. Все замечательно. Смотрим, здесь нету ли еще бонусов каких-то. Вроде больше нигде постоянных бонусов на будущее нету. Ну, вот здесь еще надо проверить. Мы сюда забежим сейчас. Хотя тут элементали. Это на самом-то деле было бы проблемно. Но мы с этой стороны забежим. В этом весь прикол заключается. Так, сюда. Э, что с тобой? До у нас 56 медуз. Да. Вот бы тысячу медуз. Прикиньте, как они будут всех жалить. Вот это было бы круто. Тысячу медуз иметь. В армии. Так. Так. Сюда, значит... О! И тут у нас есть ценные вещи. В том числе и джины. Тоже ценные. Но не вещи. А вот тари очень хороши. Главное, что мы их в конце подобрали. Хотя это не самое главное. Это вообще не обязательно. По мне. Но смотрите. Ифритов стало больше. Явно их стало больше. Так. Ну, вы не выбегайте. Давайте. Кто выбегает, в того быстрее стреляют. Так. Вот ты под террором. Ты тоже под террором. Значит, по тем... По девяточкам будем бить. Вот. А ты по этим бьёшь. Да. Это красавцы. Это просто красавцы. Так. Ты фигачишь по этим. Ты фигачишь по вот этим. Всё. Никого не потеряем. Я уверен в этом. Так. Всё. Кто же первым походит? Мой козус первым походил. И убил всех. И убил. Атака четвёртой ступени. Лидерство четвёртой ступени. И получаем магию хаоса. Пиромансию пятой ступени. Которая позволяет нам наносить 525 урона молнией. О, мама миа. Значит, сюда бежим. Ой-ёй-ёй. 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 Ай, больно? Ну и продолжим мы в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok